Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и посмотрите на странный набор предметов у меня в инвентаре. Кирка, топор, ножницы и факел. Зачем мне это всё, казалось бы? Можно подумать, что прямо сейчас я отправляюсь в шахту, в которой растут деревья, и можно постричь овечку. Но как бы не так, ребятки, сегодня я подготовил для вас кое-что интересное. Я установил специальные текстуры, моды, дополнения и так далее и тому подобное, чтобы показать вам, как должен выглядеть мир Компота, ребят, да. Да. Дело в том, что я придумал своё новое изобретение, а именно самый настоящий портал Компота. И в этом ролике мы создадим портал и отправимся в его измерение. Но для того, чтобы его создать, мне нужно добыть парочку ресурсиков. И нет, это не железо, это не алмазы, это камень. Обычный булыжник, я бы даже так сказал, мне его нужно совсем немного. Вот я даже с запасиком немножечко накопал 15 штук, этого, в принципе, ребятки, будет достаточно. А вот теперь мне нужно отправиться за деревьями, погнали вон тудашеньки. Мне нужны именно дубовые доски, поэтому рубим вот это вот дерево. Шесть штучек прямо сейчас мы перекрафчиваем в доски на раз-два, тадам, 24 доски, этого тоже мне будет достаточно. И теперь, ребятки, дело остаётся за мало, мне нужно пособирать немножечко красных цветочков. Ну, в принципе, я думаю, что вот такое вот количество мне уже будет достаточно. Ладно, давайте для красоты 15 срубим. И теперь мне нужен голубой цветочек. А вот, в принципе, и наш красавец, иди-ка ко мне сюда, сейчас я тебя обязательно срублю. Где тут ещё? Всё, ребят, я добыл нужное мне количество всех блоков, и прямо сейчас я буду шаманить, как говорится, да? Я уже знаю все крафты и всё готов сделать. Так, лишнее я прямо сейчас, ребятки, убираю куда-нибудь подальше. Итак, поехали. Из красного цветочка мы делаем красный краситель. Из голубого цветочка, естественно, мы делаем голубой краситель. Теперь, что мы делаем теперь? Берём весь наш булыжник и весь наш краситель. И перекрашим это вот в такие вот голубые булыжнички. Не знаю, как ещё сказать. Берём теперь красный краситель и обычные доски. Делаем из них красные доски. И кнопку одну. Ну, ладно, кнопка не обязательно. Просто шоп была, как говорится. Теперь, ребята, мы выбираем удобное для нас место. Например, мне удобно вот здесь. Почему бы и нет? И начинаем строить двойной портал из голубого и красного. Как мой скин, ребята? Кто не понял, это отсылка к моему скину. Запомните. Компот, так сказать, это голубой и красный цвет. Потому что скин такой. Вот такие вот дела. Вот так вот у меня завелось, как говорится, да? И смотрите, теперь мы строим вот таким вот образом портал. То есть ничего сложного, вот такой красивый. Блин, согласитесь? И скин вот у меня красивый, как говорится. Да, вот сам себя не похвалишь, никто не похвалит. И скин у меня красивый, и блоки красивые. Мне так всё нравится. Ладно, хорошо. Теперь мне нужно железное ведро. Так, Жизель, спасибо большое, что принёс предметы. Я тебе очень благодарен. Ребята, 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 посмотрите, что у меня прямо сейчас находится в инвентаре. И это всё не просто так. Ведь сейчас я буду варить, что, ребята, правильно. Самый настоящий компот. Да, вы не ослышались. И он нам нужен для того, чтобы зарядить наш портал. И чтобы, ребятки, он работал. Для начала мы с вами поджигаем вот этот адский камень. И ставим сюда котёл. Супер, отлично. Выливаем сюда воду. И теперь мне нужны специальные ягоды, которые я куплю у нашего жителя. Так, ребята, я всё тем временем купил. Мне кажется, уже вода тут у меня закипает. Поэтому сюда можно всё потихонечку бросать. Бросаем сюда ровно 10 клубничек. Не знаю, зачем я купил. 11. Всё, 10 клубничек. Прямо сейчас бросаю в котёл. И сахар. Целый стак сахара я тоже бросаю в котёл. А теперь у нас есть вот такая вот штучечка, палочка. И ей я буду помешивать. 10 минут спустя. Супер, отлично. Восхитительно, ребятки. Ведь ведёрочка компота готова. Я сварил только что самое настоящее компот. А чё, бывает, как говорится. Его с помощью него мы сможем активировать портал. Ну что, вы готовы? Раз, два и три. Воу! Ребята! Так, минуточку. Погодите, у нас полностью работает портал. Походу он реально работает. Ну чё, вы готовы? Мы с вами всё-таки это сделали. Готов, абсолютно полностью готов наш портал в мир компота. Этот мир выглядит так, как я его себе представляю, ребятки. Просто, ну как бы, вот так вот. Мои цвета всякие, мои предметы интересные. Ну, в общем-то, я надеюсь, что у меня всё правильно получилось. И я готов туда телепортироваться. Сейчас вы узнаете, как выглядит мир компота. Готовы? Раз, два и три! О, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. И, 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 кажется, ребята, я в своём мире. Посмотрите на это. Стоп, 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 погодите, ребята. А вы вообще видите, что находится за моей спиной? Это же моя деревенская кузница. Только она немножечко в цветах моего скина. Странно, почему? Ладно, видимо, в этом мире всё будет абсолютно моего скина. Даже ТНТ. Смотрите, ребятки, это ТНТ компота. Тот самый легендарный. И смотрите, тут вода, вода. Всё в компоте. Я сейчас купаюсь в компоте, ребятки. Портал, кстати, стал какой-то странный. Ну ладно, на него пофиг. На него забьём. Давайте лучше осмотрим для начала кузницу. Блин, вот, знаете, вот глаз радуется. Мне так нравится сочетание цветов красный и голубой. А вам нравится, ребятки, сочетание этих цветов? Так, во-первых, почему тут радужная наковальня? Не знаю почему, но выглядит, конечно, прикольно. Давайте зайдём в дом и... Офигеть, всё как мои настоящие деревенские кузницы, ребятки. Тут абсолютно всё. Даже ноутбук абсолютно такой же. А чё в сундуке? Опачки. Смотрите, редстоун, яблоко, палатка, сидушка. Ещё полно всего композит Вест. Ну давайте начнём с этого. Что это такое? Очень похоже на слово компот. Давайте оденем это. И, слушайте, просто нагрудник. Окей, не знаю, что он тут делает. Видимо, как-то он причастен ко мне. Дальше. Ведро с какой-то красивой переливающейся жидкостью. И давайте её пробуем вылить прямо вот возле компота. И посмотрим, кто победит. Это... Вау, тихо, тихо. Она когда... Она когда с молниеносной скоростью распространяется, я так скажу. Она наносит урон. Окей, ладно. Мы уже все прекрасно поняли, что эта штука ещё как наносит урон. Не буду к ней больше подходить. Ну её нафиг, как говорится. Давайте лучше посмотрим, что ещё у меня есть в доме. Потому что там немало интересных предметов. Во-первых, это... Кирка компота. О-о-о, да, ребята. Та самая легендарная. Да. У меня есть ролик на канале Майнкрафт, но всё превратилось в компот. И там я играл с этой киркой. Ладно, сохраним её для себя. Дальше. Что тут у нас ещё интересного? Железная мотыга обычная. Ну, понятно. Я же типа деревенский фермер. Все дела. Да-да-да. Подписчики знают. Дальше. Вот такой вот кресло. Если честно, ребятки, это самое уродское кресло, которое я когда-либо видел. Но, ладно. Давайте его поставим куда-нибудь вот сюда. Вот так вот оно выглядит. Я очень сомневаюсь, ребятки, что на нём удобно сидеть, но оно хотя бы по цвету моего скина почти. Тут синяя, а у меня, запомните, на скине голубой используется. Это разные цвета, как говорится. Вот такая сидушка. И, честно, сидеть тут не очень удобно. Она выглядит, ну, я так скажу вам, экстраваганно. Довольно-таки странненько она выглядит. Так, что тут ещё? Например, голубая палатка. Воу, интересно. Давайте её прямо сейчас поставим, посмотрим, насколько она большая, ребятки. Я ходил в поход всего лишь один раз в своей жизни. Я вам так скажу, мне понравилось. Реально, это было довольно-таки интересно. Не все вещи, конечно, делать удобно в походе, но, ребятки, походу, это вещь интересная. Я был в походе, вот в такой палатке примерно ночевал. Интересно, интересно. Вот тут окошечко даже есть. У нас тоже было окошечко, как говорится. Ну и последний предмет. В эту кузницу мы уже возвращаться не будем. Это редстоун яблоки. Такие красные интересные яблоки. Давайте их съедим, посмотрим, что за эффекты. По-моему, я как-то раз уже ел на своём канале, если не ошибаюсь. И они дали мне скорость. Это интересно. И как раз-таки с этой скоростью 2 я пойду прямо сейчас исследовать мир компота. Потому что мне как-никак тоже интересно, что тут происходит, ребятки. И что вообще тут творится. И воу, это что такое? Это нефть? Или мне кажется, ребят, что делает в моём мире нефть? Я не понимаю. С чем она тут ассоциируется? Просто столб из нефти. Если, конечно, это точно нефть. Давайте посмотрим. Воу, как же тут красиво. Опа. Ребят, руда компота. О! И, господи! Офигеть! Надо поменьше так прыгать. Подписчики вспомнят эту руду компота, которая смотрит мои видео. Если ты не смотришь мои видео, то почему ты этого не сделал ещё? Слушайте, мне интересно. Давайте допустим, посмотрим, что это Эмиральда. Ну, конечно же, ребятки, это изумрудики. Как же ещё? Ведь компот живёт в деревне жителей. Значит, ребятки, у него обязательно должны быть изумрудики. Господи. Я чуть не провалился вниз. Нужно, ребятки, быть аккуратнее. Кстати, давайте я скопаю все изумруды и сделаю изумрудную броню. Так, ребят, возвращайся с кузницы. Отчёт, что я же такого интересненького скрафтил. Давайте я вам покажу. Во-первых, я нашёл зажигалочку. Она мне пригодится для того, чтобы подпалить тиндишечку компота. Ну и также Эмиральдовую броню я тоже скрафтил. Давайте её оденем. И, ребят, защищает она, как видите, как алмазная броня. А может даже и лучше. И теперь я планирую прогуляться по этому миру. Может быть, найду тут что-нибудь интересненькое. Блин, ребят, ну какие пейзажи. Вы просто посмотрите в мире компота, как всё красиво. Реально, кстати, вот ещё белый цвет, он тоже присутствует на моём скине. Вот, пожалуйста, у меня белая кофточка. Самый настоящий мир компота. Реально, вот серьёзно, ребят, вы, наверное, сейчас скажете, что компот. Ты просто лестишь себе. Но, ребят, мне кажется, у меня реально один из самых красивых скинов. Это такое вкусненькое сочетание цветов. Просто не могу, как говорится. Ладно, давайте, так сказать, прыгнем вниз. Надеюсь, компот меня примет нормально. Он меня принял нормально, ребятки. И я хочу бабахнуть один из тиндти компотов. Ну, давайте попробуем бабахнуть этот и ещё парочку вот этих вот тиндти. Это же тиндти компота. Да, это тиндти компота. И давайте лучше отойдём! Офигеть, так нужно быть поаккуратнее. Слушайте, нехило так, нехило. Нормально бабахнул тиндти компота. Всё-таки ставлю ему пять звёзд, как говорится, да? Ладно, погнали дальше изучать наш островок, наш мир. О, ребят, смотрите, что-то вижу вдалеке. Вау, там что-то есть, ребятки. Там явно что-то есть. Давайте подойдём и посмотрим, что же тут такого интересненького. А тут полно всего интересненького. Смотрите, голубые машины, красные машины. Блин, как всё красиво выглядит. Да чё? В доме. Стоп, там кто-то есть или мне кажется? Здрасте. О, привет, компот. О, откуда ты меня знаешь? Хотя, блин, наверное, тупо как бы спрашивать, как бы мы находимся в моём мире. Ну, привет. Да, компот, кстати, эти машины для тебя спокойно можешь ими пользоваться. Офигеть, нормально такая доброта. Слушай, прикольно. А чё у тебя в сундуке? Это не просят, да? Если я посмотрю и... Опа. А тут, я так понимаю, топливо для этих машин. Я воспользуюсь? Компот, конечно. Всё, спасибо большое, житель, что ты это помнишь, кстати. Классная кофточка, как говорится, да? Как у некоторых, да? У меня точнее. Так, чё тут интересненького есть? Давайте сядем в эту машину и попробуем как-то проехаться. Господи, а я, ребят, не особо-то и разбираюсь. Опа. Не, ребята. Кажется, я немножечко завёл машину. Тихо. О, пошёл процесс. Нормально, ребятки, как говорится. Тихо, тихо, тихо. А чё так быстро, я не понял? Чё, чё, чё? Не-не-не-не-не-не-не. Быстро я не люблю. Эту машинку не особо хочу, не особо. Давайте лучше посмотрим другую. Слушайте, ну это тоже довольно-таки быстро. Тихо, тихо, тихо. Давайте, блин, тут как бы не очень... Тихо, куда я полетел-то? Куда я полетел? Осторожно, в воду чуть не уронил машину. И у нас две последние машины. Первая вот такая вот голубенькая. Во, вот это вот спокойная, хорошая, обычная машина. То есть не очень быстрая. Нормальная для города, как говорится. Всё, вот тут давайте припаркуемся. Я обязательно с собой, наверное, заберу в деревню. Вот как вы, ребят, думаете, забрать её или лучше ту забрать? Сейчас мы ещё и эту посмотрим. Но это какая-то, если честно, слишком старая. Я не особо разбираюсь, как её завести. У меня не получалось почему-то. И... О, опа. Так, тихо. Я правильно нажал кнопочку, ребятки. И всё, она завелась. Это, в принципе, ещё медленнее. Но она, во-первых, слишком медленная. А во-вторых, ребятки, как говорится, она очень старая. Тарантайка, тарахтелка. Смотрите, ребят, не очень удобная. Она застряла в блоках. Короче, да, ребят, вот так вот мы посмотрели эти машины. Это, блин, прикольно выглядит, конечно. Вот это вот вообще нормальная такая. Правда, длинная очень и очень, наверное, удобно будет на ней ездить. Ох, ребята, сколько ещё интересных тайных секретов таит мир компота. Об этом мы, возможно, ещё когда-нибудь узнаем. Если вы хотите, чтобы я снял ещё какое-нибудь видео про мир компота, то пишите об этом в комментариях. Я, ребятки, прочитаю. Ну, а с вами я прощаюсь. Сегодня я побывал в мире компота и создал портал компота. Компот, компот, компот. Сколько раз я это сегодня сказал? Так, эту машинку я забираю с собой. Я уезжаю, ребята. Всем удачно, спасибо, всем пока.